Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Металлик Дэнни и сегодня с вами посмотрим на новую колоду на Миямона. Колода от Миямона, мидрейндж богатей, если вы помните, то в прошлом сезоне у нас неплохо так под конец сезона появились в ладере падши рыцари и они неплохо так бимбомали. Колоду немножко нерфанули, она преобразовалась, сам ладер преобразовался, изменился и сама колода немножко поменялась. Повторюсь, что колода от Миямона, колода довольно сложная, если вы новичок, то вам она скорее не рекомендуется, вам я могу советовать, например, Ахеронтию. Кстати, наверное, на Ахеронтию стоит перезаписать гайд, потому что последний гайд выходил полгода назад, там немножко и макро поменялось, и ладер поменялся, может быть перезапишу в скором времени, посмотрим. Пишите, если вы хотите это. Колода немножко про другое, здесь, получается, переигрываются падшие рыцари через различные способы, здесь мидрейндж дети огня, мидрейндж златорубы и преступления, все разом намешано, и по сути вот такая вот колода нарисовывается, мидрейнджовая. Интересная дэчка, перед началом ролика не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики, также не забудьте писать лайк под роликом и под колоду на сайте плагивин, где я буду очень признателен, также не забудьте подписаться на дискорд сервер, все анонсы и новости к своему гвинтейму каналу будут там, а также телеграм-канал, ребят. Уютные чатики, самые активные сервера, ждем вас в дискорде и телеграм-каналах и переходим к разбору колоды. В первую очередь колода строится на падших рыцарях, эта карта имеет покров и устрашение, а также усиливает себя на один за каждый отряд, который создается вами на вашей стороне поля. Устрашение позволяет усиливать себя на один, когда вы играете карту преступления, то есть карта прокачивается от карт преступления и от сотворения от рядов. Соответственно, получить она очень может много поинтов, если ее не законтролировать. У вас этих карт здесь две, помню, раньше игрался Игорь Крюк и различные способы переигрывали его. Здесь эта карта всего лишь одна и ее тут вполне себе хватает с головой. Также в вашей стороне есть еще одна ключевая карта, это сезам откройся. Карта дает вам 5 монет по выгоде. У вас обилка, которой вы можете добрать 6 монет, но вы также пассивно получаете монету одну, каждый раз, когда играете карту преступления. Поэтому, когда вы играете карту преступления, вы получаете еще одну монетку до кучи. Если вы сыграетесь с там откройся, то вы получите не 5 монет, а 6 монет, стоит это помнить. Карта, когда находится в вашем дроссе, уменьшает счетчик на один, каждый раз, когда количество ваших монет достигает нуля. Когда счетчик достигнет нуля, вы получаете 4 монеты. По сути, эта карта играет в кэри овер, в статы, которые перейдут к вам в следующий раунд или в следующий ход, и это можно хорошо этим воспользоваться. Ну, а также это довольно редкий монет, и сразу 6 монет на вашей обилке, клево. Эта комбинация очень хорошо играется под Кирусом и Тесаком. Тесак создаёт огромное количество отрядов, а Кирус переигрывает как раз скипадших рыцарей. В первом раунде вам надо постараться с меньшими ресурсами забрать первый раунд. Считаю, это будет каким-нибудь комбинацией с кулачным бойцом, падшим рыцарем, с творением карт различными способами. В принципе, этого хватает для того, чтобы забрать раунд. Если нет, то вы просто переходите во второй раунд. Чтобы забрать первый раунд, у вас тут есть огромное количество карт. Наверное, и золотые карты, ключевая это Бур. Бур имеет выгоду 2, в латушке 2 он наносит 3 динсурона вражеского отряда, имея КД 1. Он уменьшает свою КД на 1 каждый раз, когда вы играете карту приступления. То есть у него очень выгодный платёж, что из-за 2 монеты он ударяет на 3. Когда вы играете в карту приступления, то он сразу себя откатывает. Соответственно, он может заход ударить на 6 очков, убив какие-то важные карты. Это очень полезно, когда вы контролируете какие-нибудь движки оппонента. И если Бур, конечно же, живёт. Далее у вас есть такая карта запуганный кузнец. Карта, по сути, даёт вам 2 монеты и поплажу усиливать на 1. Это, по сути, обратно кулачный боец. Он вам не даёт монеты, но при этом у него есть устрашение. И по устрашению он может получить усиление, когда выиграть карту приступления. Соответственно, он иногда даже лучше, чем запуганный кузнец. Следующие у вас карты. Это аксинфурская стража. Это очень выгодный спендер. Поплажу 2, вы усиливаете отряды на 1, слева и справа. Но если в результате количество ваших монет оказывается нулём, тогда вы усиливаете карты на 2 единицы. Соответственно, он за 2 монеты может усилить на 4 очка, что довольно-таки выгодно. Поэтому под вашей абилкой вы спокойно можете стопить определенное количество монет и играть этого аксинфурского стражника. Если какая карта как вечерний грабёж, вы створяете отряд с стоимостью платёж, сейчас стоимость на 1, равна 4 единицы. Опять же, перед тем, как играть на этой деке, если вы новичок, то остаётся вам пересмотреть все карты, которые имеют стоимость на 1, 4 по платежу. И посмотреть, какие карты вы, в принципе, можете сыграть и какой валис вы можете получить. Идём далее. Ну, кстати, с этой карты вы получаете плюс эту монетку и створяете какую-то карту, что тоже выгодно. Так что с вечернего грабежа ваш условный падший рыцарь получает сразу 2 усиления. Святое Братство. В одном экземпляре вы ставите 2 карты Детей Огня в адепт в этом ряду. Если в вашем ряду есть отряд с категорой Детей Огня, тогда вы ставите 3 карты Детей Огня адепт. Соответственно, эту карту надо играть в тот ряд, где есть Детё Огня. У вас Детё Огня, в первую очередь, это падший рыцарь и Кирус. Потом, если вы в этот ряд кидаете эту карту, то вы сотворяете 3 карты Детей Огня на 2 силы. Ходите на 6 очков, с приступлением получаете 1 поинт. И если, например, у вас стоит в ряду хотя бы один падший рыцарь, то он получит аж 3 усиления с Детей Огня и 1 усиление с Устрашения. Это довольно много. Поэтому карта в сетапе играет на хорошие поинты. Учет торговец имеет выгоду 1, то есть получает 1 монету. По дань 4 в рукопашке он сверяет бронзовую карту, приступлением часа мы снаема равна 4 единицы. По дань 5 он в дальнобойном ряду сверяет и играет бронзовую карту, приступлением часа мы снаема равна 5 единиц. Выгоднее его играть, конечно, в дальнобойный ряд, потому что карта в сетапе снаема 5 единицы круче. Зачастую вы будете пытаться ролять еще один сетам, откройся. Но в рукопашке также можно играть, опять же, пересмотреть, какие карты у вас есть за 4 провизии и за 5 провизий, чтобы примерно понимать, какие карты вы можете рольнуть. Например, в нужный момент вы можете рольнуть священное братство или вечерний грабеж, или яд. Или, например, карта, которая усиливается от количества золотарубов. Вернее, дает вам монет от количества краснолюдов золотарубов. То есть вам стоит это все учитывать. Но, опять же, это с практикой приходит. Летучий ряданец. Карта вашей прокрутки имеет сбережение 9. В конце хода призывает этот аттракт из вашей колоды или сброс случайный дружный ряд. Соответственно, эта прокрутка, когда вы имеете 9 монет, она выкручивается из вашей колоды. Когда эта карта находится в сбросе, она выкручивается из вашего сброса. Не всегда получается ее выкрутить из вашего сброса. Не всегда это будет нужно, но такая возможность также имеется. На городской разборке также являются карты прокрутки. Вы можете сыграть бронзовый краснолюд из золотаруба из вашей колоды. Но если в вашем распоряжении уже есть краснолюб или золотаруб, вы также можете создать выше балок часака в рукопашном ряду. То есть, по сути, вы этой картой можете добрать любого золотаруба или краснолюда. Это либо кулачный боец, либо запуганный кузнец. Но если есть карта золотаруба, то вы также создадите еще шестерочку, что довольно-таки выгодно. Банк является вашей самой крутой картой прокрутки, имеет выгоду 4. Если у вас 0 монет, то вы можете посмотреть 5 карт. Вы смотрите верхнюю карту вашей колоды и еще столько, сколько у вас монет. То есть максимум можно посмотреть 10 карт суммарно и играете одну из них. Верхнюю вы можете сыграть бесплатно, а другие вы платите монеты. Ну и после того, как вы сыграли карту, вы перемешиваете вашу колоду, стоит это также учитывать. Это все ваши карты прокрутки, которые нужны, чтобы находить карты. А, ну еще, конечно, скульптор Ферка. Это карта, которая играет карту приспления из вашей колоды. Это либо какие-нибудь филерные, если там откройся, или, например, вечерние грабежи. Так и очень важная карта Вечные муки. Вечные муки уничтожают дружный отряд, затем створяет и играет отряд категория Детя Огня. То есть стоимость найма равна 4 единицы, но увеличивает стоимость найма на значение силы уничтоженного отряда. Вы можете уничтожить любой отряд, неважно Дети Огня или нет. Главное, чтобы у вас этот отряд имел желательно 8 силы. Почему именно 8 силы? Когда вы уничтожаете отряд с 8 силы, ровно 8 силы, вы его, ну, то есть 8 плюс увеличиваете на 4. То есть вы будете створять карту, которая стоит 12 провизий. В 12 провизий у вас есть такая интересная карта Детей Огня, которая называется Хемельфарт. Он стоит 12 провизий, и именно его будете створять. Во-первых, он хорош тем, что он имеет выгоду 4, то есть дает вам 4 монеты сразу. Во-вторых, он играет Святое Братство, которое прокачивает падших рыцарей. Ну и по плачу же 2 может уничтожать символ Детей Огня и переигрывать падшего рыцаря из вашего сброса, если такой уже в сбросе был. Соответственно, он играет, ну, Вечные муки является картой преступления. Он триггерит тех же падших рыцарей. Вы створяете Кируса, створяете карты с Кируса и переигрываете опять падших рыцарей. По сути, Вечные муки играет гигантские поинты в сетапе, если падший рыцарь стоит у вас на столе. Поэтому эта карта очень неплохая. Ну а также иногда бывает, можно сыграть Святого Григора Юсениара, который даст вам и большое количество монет, и при этом усилить себя на хорошее значение. Но делать вы это будете чуть реже. Ну а также есть различные другие бронзовые карты, которые вы также можете створить. Но зачастую, когда вы их играете, у вас что-то идет не так. Иногда можно створить Великого Дизитера Гелвида, который тоже будет створять вам карты и бафы тех же падших рыцарей. Но это менее выгодно, но при этом такой вариант есть. Кирус также у вас имеется в колоде, также он может переиграть карты. Также он створяет карту преступления, створяет карты, что очень выгодно для вас. Новиград это ваша карта кэрри овер, имеет стойкость и выгоду 3. То есть по размещению вы получаете 3 монеты. Который в ваших кодах вы получаете 1 монету. Приказу вы створяете и играете бронзовый отряд в категории банда. Любая банда может быть. Тут вот прописаны, какие карты являются бандами. Это невидимые золотарубы, сердцееды, тени огня, саламандры и тени прилили. Одну из этих 6 категорий вы можете створить на рандоме. Суть этой карты не в створенном отряде, а именно в кэрри овере. То, что в конце хода вы получите 1 монетку. Ну и выгодно можно там раллинуть какую-то важную карту. Посадить ее на стол, как-то там триггернуть. Либо там не знаю платеж активировать под сезамы. Специально до нуля докрутить. Или там не знаю какую-нибудь карту, которая подставит другую карту. То есть в этом плане Новиград очень хорош. Тесак. Очень важная карта для этой колоды. Он имеет устрашение, то есть усиливает себя, когда выиграть карту преступления. В размещении он играется вымогательство. Вымогательство дает вам три монеты и усиливает любой отрат на три дружеский. И увеличивает значение устрашения, которое есть у него на один за каждого смежного золотаруба. То есть желательно возле тесака с левой и справа ставить двух золотарубов, чтобы от каждой карты преступления он усиливал себя не на один, а на три получается. Что довольно-таки выгодно. По платежу четыре он создает вышибалу тесака в этом ряду. Соответственно за четыре монеты он создает шестерку, что очень и очень выгодно. Ну и опять же он створяет шестерки, которые очень неплохи под парших рыцарей, так как они триггерятся и бафают себя на хорошее значение. Такой интересный момент. Под сетапить вечной муки Бакируса вы можете через запуганного кузнеца. Он усиливает на один, усиливает там, не знаю, условного или лучшего реданса, или например вот как раз таки карту, которую делает тесак вышибалу тесака, вполне себе выгодно. Вы его добавите до восьми очков, окиньте в него вечные муки и переиграйте Кируса. То же самое с ключевым редансом. Да, его бафать менее выгодно, опять же вы бафаете четверку до восьми очков, чтобы убить эту карту, но эта карта попадает в сброс и она может опять же переиграться в вашу пользу, что опять же выгодно для вас. Колода имеет девушин, то есть у нее нет нейтральных карт, соответственно у нее есть такая карта, как ублюдок младший. Карта имеет безумие, по размещению наносит 6 единиц урона усиленному вражескому отряду, не только усиленному, то есть по преданности вместо этого вы можете наносить 6 единиц урона любому вражескому отряду. Вы также получаете монету за единицу урона, потраченную впустую. Если вы выбираете в качестве цели, например, двоечку, то вы получите 4 оставшиеся монеты, которые ушли впустую. По платежу 3 вы можете уничтожать вражеские отряды с силой 3 единицы или меньше. Благодаря таким картам, как кулачный боец, вы можете сетапить ублюдка младшего, ну также у вас еще есть и бур, с помощью этих карт вы можете сетапить ублюдка младшего и вырезать более выгодные карты. Безумие работает следующим образом, если у вас нет монет, то он бьет себя на 3 и убивает карту также на 3. Так работает безумие. В принципе, все ключевые карты я разобрал, ну осталось только лидерка, это Голос Тигра, получаете 5 монет на 7 монете, что очень выгодно под кулач на бойца, который может бинбомить отряды оппонента и делать, по сути, минус стол для врага. Касаемо матчапов, ладр сейчас очень агрессивный, у ладра очень много играет Контроль, многие борются за первый раунд, пиратов очень много в ладре, есть аристократы, которые вот как раз таки не борются за первый раунд, но вам они неприятны, потому что вам надо бороться за первый раунд, если вы не боретесь за первый раунд, то аристократы вас просто переедут. Есть много колод, которые играют в кири-овер Как финишер, например, вот колода с жальницей Недавно выходила, или, например, туго Которым надо выйти в какой-то такой Либо долгий раунд, либо короткий раунд Которые любят выставляться как-то Вы тоже любите выставляться, вам надо Такой усредненный раунд, где вы сможете И не переспамиться, и при этом створить как можно больше карт Главное, очень на этой колоде не переспамиться Боитесь очень сильно контроля В принципе, темповые деки вы тут не боитесь Потому что вы скорее сам Перетемпуете оппонента, чем он вас Контроля, да, боитесь, потому что Если за контрят ваших падших рыцарей Одного там удалят караткой, другого сидят белкой То пиши, пропала Вот такая вот колода, надеюсь, вам понравятся Гайды, которые я показал Игры, которые я записал, переходим к практике Так, короче, он сыграет в северных щиточках В северных щиточках Ну, контроль там будет маловато В принципе, проходим матчап Проходимый Убираем корабль В целом, мы нашли два падших рыцаря Зам один нашли, второй Найдем И есть еще бур В принципе, неплохо Очень даже Очень даже неплохо Карта неприятная, но Пробьем Пробьем Начнем отсюда Какое-то масло Может быть спокойно, но Не так, что страшно Хотя нет, масло страшно Масло страшно Если там действительно есть, оно Будет неприятно В точках они могут быть Отношения, что ли? Нам будет две монеты, правда, для этого Ага, блок Надеюсь, мы можем тебе доверять Да, никак не проходим Ладно Темп отшего рыцаря пока Да защитит нас вечный огонь Вечный огонь Наверное, проще сыграть Два седама И второго уже с эфиром Окей, тяжелый матчап Еще копья есть у него Лучше сейчас он даст Пусть контроль Чем потом Просто играем сезам Да, потеряем монеты Но Главное их сыграть Пусть они будут Оба взбросим Гораль придет Ну и мы поищем Более хорошие карты Нам бы в идеальный Идти Навиград Разборки неплохие Тесак Ну просто голда нужно Факту голда нужно Пендеры Чуть сырям Но цирю вообще У нас нет ответа Поэтому Басуем Идем во второй раунд Долго мы его переезжаем Скорее всего будет нас Подпушивать Половину карт мы дадим Вероятно Так неплохо Только вот Навиград Навиград бы нам Не нашли ни одну Золотую карту Но Навиград Можно попытаться найти С банком Такое Такое Контроль нормально Уже подавал Еще бессмертный Тут есть Вот бессмертный Проблемный Го пока так Спокойно Давайте договоримся Давайте договариваться Проблема Но допустим Сыграем ушлого Правляем сезам Ровно у нас тут В ноль Это пикетия И тут шесть Отлично Хотя одинаковые Это другая Очереданец Скоро призовется Я думаю В этом раунде Сыграем Даже кируса Почему нет Стой Именем ордена Я это конфискую Так Будем ли бафать Как будто бы Ну все можно Может даже До фула Я преподам Урок Которого Они не забудут Перегорай Не страшно Не страшно Сорвите с него Капюшон До уши Отрежьте Да Не темпуем Но все же Неплохо Второй у нас Получается Кирус Может получиться Уже с Вечных мук Но их надо Сейбить Не сыграет Это сильно Стоты просто Гигантские Как будто бы Даже придется Создать вечные муки Слишком много темпа Слишком много статов Пока пусть будет Наверное Даже он Страшение Можно было Попытаться Убить Проклють Чародейку Чтобы Через Ублюдка Набил Набил Все Глупый мув Потому что мы Эту карту Обратно Призываем Страны Страны Очень Сраны Актерски Мув Пальцами По-актерски Шутки Шутить Одно Монетку Бафф Отлично По монетам В принципе Может хватить Окей Как будто мы Отдаем Тут всю комбинацию Будем пытаться Выигрывать Тесаком Тупо Им Барьков Мало Барьков Супер Мало Так Посчитаем Бить Не ход Хотя пока Можем Ударить Да Ксистойла Ударить Ну ладно Уже Делаем Так Прожимаем Одну Прям Вот сюда Бафф Ница Бафф Ница На 2 50 на 50 Окей У нас остался Еще один Сезам Ну Вся надежда На тесака В первую очередь Разборки Неплохи Уберем Это Навиград Неплох Это будет Бриком Если мы Эту карту Не уберем Поэтому мы Убираем Лучше Запуганного Кузнеца К сожалению Мы очень мало Нашли Но В нем Лучше Чем могло Быть Сокобом Ролять Банка Ильдар Ой Кстати говоря Могли бы Пробить Не можем Можно Попробовать Вот отсюда Чтобы достать Дамагер Типа Но Он не Краснолюд Окей Справу Активируем Но Очевидно Такое Себе Могли Ударить Этого И достать Ублюдка Но я думаю Часто Даст В разы Больше Поинтов Очень Миллион Вот Так Вот Сейчас Думаю Можно Отграть Лучше Где так Сыграем Я Только Кую Окей Ну да Если бы у нас вместо Станово ушлого Или Кузнеца Был бы Ублюдок Или в руке Тесак Было бы В разы проще Высотов Он сейчас Выдаст Тоже Много Ну Кериовера У него не было Как такового Сейчас Достану Сейчас будет Болт Конечно Так Даже Наверное Еще раз Мы Устанем Мы Смотрим 9 карт Давайте Наверное Еще раз Устанем Окей 3 плюс 4 Плюс 5 Скорее Вновь Ладно Нормально Пойдет Вот он Немножко Все равно Потерял Это Стат Отсюда Получал Плюс В целом Все хорошо Получаем Со сброса Карты Монеты Вернее И все Отлично Сыграны В городской Разборке Монеты У нас Будут Ну и Активируем Кстати Я даже Не знаю Как будто бы Проще Активировать Этого Челика Для Кораблика Давайте Сыграем Вовы Капашный Ряд Ну Это Фулл Банк Дает нам Просто Фулл До конца Фулл Пойдет Ладно Кораблем Правда Не призываем Никак Ну ладно Пойдет С корабля Хватит нам Этих Поинтов Вопрос Мы Фулл Прожмем Тесака Тесака Мои тоже Не фулл Прожмем Пузнец Чуть 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 Побольше Здесь Жмем Один Раз Где Дает Монеты Створяется Тут Челик Ну и соответственно Прожимаем Уже Этих Работяг Скорее Сего Нам Хватит Но Сейчас Посмотрим Нам Супер Не повезло С убытком Младшим Сюда Немножко Стат Потерял С Тесака Можно Было Еще Дальше Дальше Потрать Монеты Очевидно Этого Хватает Кстати Нет Было Близко Учитывая Что У нас Ужасный Был Заход И Во втором Раунде И в третьем В принципе Мы Нашли Половину Золотых Карт В целом Неплохо Так Просто Сыграют Грибы Матчап Непонятный Как минимум Нифига Сего Грибы С лампой Будет Зависит Того Кака У нас Будет Рука Сможем С ним Бороться Пока Рука Как будто Бы Такая Себе Идум Падшего Нет Один Ситам Всего Лишь Такое Просто Уберем Ну Кстати Вот Ублюдок Младше Может нам Помочь Как-то Но Как будто Быть Такое На Синий Мы бы Просто Перебили Все Движки Вот На Красной Будем Мы Ничего Не Можем Сделать Вообще Ничего Не Можем Рыхлый Труфелек Вот Человек Бессовестная Тварь Мога Пока Так Кто Опять Стащил Мои Грибы Так Давайте Избавимся ТТ Карты 8 Монет Получаем Замесвязь Мы Ломаем Прошмет Интересно Доверь Все равно Сердце И Уму Раз Два Так Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь У нее Мы не можем Никак Это Убить Много Темпа Первым Прожал Зато Труфель У него Час Опять Активирует Очевидно Да Самая главная проблема Что мы не нашли В принципе Ничего нового Если кольцо Слезать Прилет 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 Крабль Окей Еще и рунмак Есть Возможно Это либо Грибы С ива Либо Грибы С Трис Которые там Переигрывают Три Богословения Скорее Сего Это оно Мы уже Пасуем Ничего не можем Сделать Слишком Много Темпа Из хорошего Что он Эту карту Прожал Так что Пойдет Но мы отдали Как бы Убитка Младшим Который Движки Перебивал Мы засетапили Сброс И там Откройся Ну и прокрутили Реданса Сейчас там Наша задача Искать Карты По типу Бура Падшего Рыцаря Можно даже Вечной Муки Окей Пойдет Мы не находим Ребят Мы просто Не находим Кузнеца Запуганного Падшего Нашли Окей Бриков Кауди Нет Поэтому Крутимся Дальше Давайте Уберем Мэйби Страшу У вас Падших Нашли Найс Попадших Найдены Сценарий Дает Сразу Кулачом Убиваем Моментально Вообще Нечем Не думаем Седом На 5 Ни о чем Не думаем Просто Убиваем Кулачом Рез И Убить Бессовестная Тварь Давайте Бург Сыграем Знаете мы как сделаем Мы сделаем вот так Вот так И будем ролять бур Оба Бур мы не нашли Мы нашли Сезам Давайте играть Сезам Но этого хватает Чтобы перебить все карты Так что Давайте Все перебивать не будем Главное перебить Ее Нет Да Чет ворон не уверен Есть карта Которая ворон может схавать Давайте наверно Их тоже перебьем Сезам 2 5 Нормально Бурни нашли В принципе нормально И банк дал монеты И Сезам дал монеты Да Трис Как я говорил Да это мощная дэчка Но она хайрольная За жути Кто опять стащил мои грибы А в первом надо В первом надо Супер находить карты Прям супер пупер Это примерно нереально Для нормальных игроков Погать сыграем эту карту Ну Все картонки Мы перебили То есть мы боимся Только теперь откиля В коротком Для этого нам нужен Лютый карри овер Просто играем падших Он будет пытаться идти в максимально короткий Насколько я понимаю Окей Если не стоило в один ряд Ставится Не знаю зачем Посталось в один ряд Ну ладно Вызвали меня Унеси на крыльях Еще раз переигрывают руну Чтобы ральнуть благословение Конечно это Интересно Ну его в колоде Может быть спокойно Я думаю в первую очередь Там на Откиля Три благословения Окей Попробуем Делаем хрик Которые мы должны были делать В первом раунде Но опять же Какая у нас работа Все одноруно Е-мое Роляет Пытается Не нашел Идрить Давно его не видел Война Наконец-то Пашего он убил Кстати говоря На рандоме Четыре пять Да пять Так Не жалейте золота Как низко мы пали Пойдет Плюс мы выходим Я бы аккуратно Наверное 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 Но пока Можно Запуганным Кузнецом Просто больше Нечего призывать Единственное Только Лепчевариданса Клево Вернуть На стол Наш керриовер Это Окей Пас Раунд Будет Довольно долгий Я даже дал Более короткий раунд Что Очевидно Плохо для нас Было бы Он нашел только Два благословения Будет искать Третье На потом Броси Карта У него есть Так Главное Наверное Вечные муки Это самая важная Карта Для нас Мы их Не находим В колоде Остался только Один Запуганный Кузнец Под Разборки Поэтому Надо отказаться От Кулачного Потому что Этот Все таки Сейвит Он важнее Хотя Так и так Достанем Так что Казай наоборот Наверное Убираем кузнеца Чтобы потом Можно было сыграть Да Убираем кузнеца Ну он Догоняет Вечные муки Отлично 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 Супер Супер Отлично Супер Пупер Отлично Берегуд Так Здесь у нас Что Здесь у нас 5-2 Середанец Аккуратно Я бы поставил Кулачного бойца В ожидании Кисака Хотя Наверное Наверное Начнем С Разборок Нам скорее Лучше Сыграть Вечные муки До Кисака Окей Благословение Играет С удовольствием Это хз На самом деле Как будто Даже в часах Угоднее Вот часака Супер Устрашение Будет Даже Наверное Так Прожмем Одинок Игрок Неплохо Но Кстати Писар Писар Хорош Писар Хорош Я бы монеты На него Не тратил Училивать его Не буду Есть цели Получше Но он будет Возвращать монеты За створение Это хорошо Писар Неплох Писар Очень Неплох Я думаю Все таки Выгоднее Как будто бы С Сысака Начать Его он Кратит Найсово Теперь Мы Играем Новиградские Разборки Запуганного Кузнеца Счастье Твое Что я тебе Башку Не открутил По рядом Причин Наверное Сюда Лучше Так Чем налог Давайте Бафнем Его И Двух Короче Бафнем Всякий Случай Окей Ну и скоро Будем Обратно Переиграть Падших Рыцарей Айс Через Получается Скульптора Ферку Откель Очень мощный Три Благоценения Фрея Можем Перебить Все Карты Как будто бы Нет Да Он Грибы Просто Кинет Сейчас Обилку Извини Кидает Обилку Мы Убить Всех Он Точно Кинет Обилку Почему Подарю Карту Синергия Хорошим Обилку Тут уже Никак Не законтрить Эта карта Офигенно Синергирует С ним Так Бронь Сбил Так Окей Давай Так Усилим Сходим Так Вечный Муки Вышибал Без Щита Кирус Анкрайт Как говорится Потерял Поинт Получается Допад Двойное Преступление Было Сиграно Потерял Монету А то и две Ну не суть Сразу тут Переигрываем Башего Рыцаря И Я бы Крутал Монету Для корабля Защитит Нас Вечный У нас Новиград Даст одну Монету Будет Девять Монет Все Хорошо И Мы Победили Довольно Неплохо Неплохо Отыграно Но Оппонента Очень Хайрольная Дечка Он пытался Ролять Получается Несколько Через Несколько Рун Ролять Несколько Благоцене Фрейли Чтобы Еще Больше Карт Поднять С Сброса Я Сужи Даю Хайрольные Колоды Короче Вы поняли Деки Которые Все таки Подсчитывают Свои Поинты И не Роляют Из ни Откуда Хотя У нас Есть Ушел Торгаж Который По сути Занимается Тем Женот Там Какой-то Баланс И ограничение Есть На мой Взгляд Просто Сыграют Трутни Возможно Это Недавно Вышедший Вышедший Гайд На Колоду Да Скорее С Это Он И Есть Со Свитком С Жальницы Как Финишер Сладная Снимите В долгий Раунд Главное Забрать Первый В принципе С кулачем Бойцами Мы Можем Что-то Подобное Сделать Но Каким Еще Какого Не знаю Сезам Хотя Б У нас Не Думай Сезам Падший Один Гобером Братство Эх Ну Заход Средний Че Монета Не Синее На Сине Было Проще С ним Драться Хотя Нам Было Было Проще Драться С ним Но Было Проще Ему Мой Был Рваное Крыло Что Тоже Не Исключение Давайте Пока Сыграем Пладшего Может Быть Атака С воздуха Будет Но Я Бо Супер Не Боялся Этого Рискуем Нирваны Это Атака С воду Гадану Ладно Я не Ждал Так С водохом Допустим Сыграем Грабеж Убьем Деньги Не Возвращаем Ничего Страшного Филиум Переигрывается Карта Но Стравить Ради Починя Чи Мак За Доджи Только Хочем Торгашом Но Обидно Конечно Теперь Я больше верю Что это Накер Скорее всего Это Накер Сборка Накер Сборка Надо Пушить В первом Раунде Очень Сильно Там Кикимора Двойная Под Карантиром Супер Мощная Рука Неиграбельна Навиград Рука Неиграбельна Для того Чтобы Делать Типа 2-0 Условно Давайте За монет Супер Много Поинтов Супер Много Поинтов Долго Мы его Раздавим Просто Будет он В долгие Те Джаба Приятным Супер Неприятным Вот так Уговоры Уговоры Всюду Уговоры Отсюда Кораблик Призывается Ну и с помощью Стражи И прожатого Навиграда Мы добраться Можем Окей Он в нас Не верит А я в себя Верю 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 К сожалению Да Нам надо Будет Три тычка Отдать Аж Но Но Того Стоит К сожалению Это будет Видимо Долгер Хотя Кстати Долгер Раунд Будет Короче Посмотрим Что Каким Картам Сейчас Выдадут Там еще Кольцо Было У нас есть Сезамов Просто И мы отдали Половину Лидерки Подобрать Смогли Изучать Эту карту Как Добрать Карты И он Свет Таких Карты Не трогал Никогда Я только На трудных Играю Так И смотрел Не просто Так Но мы не нашли Половину Золотых Карт Все Золотые Карты Давайте Берем Услого Нашли Сезам С такой Рукой Мы не можем Играть Блин Это Накер Играем Так Нам придется Его пушить Придется Потому что Если мы его Не будем Пушить Мы проиграем Ноль Вариантов Перестреливаем Всех Труд Не тут Спокойно От атаки С воздуха К сожалению Отыграть Мы тут Не можем Уже Как будто Это особо Не нужно Перестреляли И ладно Ну Вторая Атака С воздуха Не реалистично Поразит Более реалистично Окей Более реалистично Сыграем Так Такая удача Раз жизни В руки Идет Так Пути там 5 и 6 Отлично Реданец Летит Реданец Редеет Сердце Аплод Сыне Неплохо Но при этом Мы немножко В минусах Просели Ну и гос Играем Пока Так Пока Пушим Пока Пушим Просто Пушируем Тиара Тиара Это клево Это 100 Про Снакер Ублюдка Младшего Не знаю Просто Мы Эри Карты Кимор Можем Убить Как будто бы Вот Каким Сейчас Выпущен Из него Нормально Главное Пушить Главное Грамотно Пушить Рейер Бак Там Карантир Или Движуха Карантир И Движуха Любимая Компания Так Что Ж Вром Сака Сыграть Меньше Злов Больше Другой Раз Пощады Не Будет Верим Ну Все С меня Хватит Прессивон Отдает Свою Комбинацию У нас Остается Довольно Хорошие Карты Кидает Накером Там Карантируем Наверху Попрос Хватит Ему Сейчас Этого Всего Как будто бы Должно Хватить Споры Споры На Нормальные Пойнты Будет М5 Плюс Кикимора По-моему Хватает По-моему Или Нет Напар Пойнтов Оооо Хорошо Так Там Кикимора И что-то Еще Я не думаю Что Кикимора В долгом Нас Будет Пугать Без Кота Кикимора И что-то Еще Let's go Next Коротком Если мы найдем Кируса Хотя бы Кируса Мы выиграем Очень повезло Что ему не хватило Прямпоинт Супер Повезло Телесманы Осталось Кикимора Что у нас здесь У нас здесь 5-4 Ну куда ты Ну куда ты Я же еще Не закончил Видно Танцы был На самом деле Не самый приятный Матчап С этой колоды Приятно играть Когда ты Ну ладно Не ушел С этой колоды Приятно играть Когда ты Умя Синий Потому что У них Темпа Не хватает Часто Они Пушатся Только Зоопарком Мы смогли Прям Забрать В раунд Так Кстати Мы нифига Не нашли Ни Кируса Ни навиградские Разборки Ни вечные Плохо Начнем Пожалуй С падшего Аха Он убил Падшего А Какого он убил Подожди Какого он убил Падшие Реданец Живы А Сезам Окей На самом деле Не туда Воюешь Сел Окей Белка Кикимора Белка Кикимора Играем Пока Так Огонь Очищите В нищете Это доброте Сбрось Больше нет Работяг Только Летучий Реданец С него Через ушло Только Сможем Триггер Нуть Спонтанко Повезло Ему все еще Может хватить Без шуток Больше нет Работяг Да Лучше не найдешь Я тебе клянусь Ну убить трудно Как-то нормально На самом деле Ну что может не хватить На самом деле Заход у нас был Самый топовый Смотрю что у него Осталось Какой-то Какой-нибудь Химера Реально Вроде бы Выиграли Да Выиграли С горем Пополам С горем Пополам Сдавайтесь У вас Нет шансов Ну блин Если бы был Хотя бы Не знаю Скульптор Или Навиграц Кранборки Или Вечной Муки Победа Была бы Более Фрезобетонная А тут Прямо Чирь Коин Матчап Неприятный Я думал Что это Все-таки Жальница Жальница Правильно С ней Вот играть Более Было бы Нам Приятнее Ну Потому что Монета Монета Все-таки Такая Подходящая А здесь Как раз Наоборот Им не хватает Поинтов Надо было Выпушивать За него Все Но в целом Повезло Нам Мы выиграли Первый раунд На один Поинт Потратив Конечно же Половину Лидерки И в Втором раунде Нам повезло Что ровно В ничью Мы смогли С ним Отыграть Но справились Ради В третьем раунде Нам просто Не пришли Золотые Карты И Судя Это по сути Нам Аукнулось Так скажем Но в итоге Выиграли Спасибо большое За просмотр данного Гайда Такой вот Получился ролик Колода Очень мощная На стримах Конечно получалось Наверное Неби бома Чуть-чуть сильнее Если попадают Пираты То конечно же Консид Я Мэйби Какую-нибудь Одну Хтебы Игру на пиратах Покажу Потому что Было две Игры на пиратах И обе Я проиграл В одной На пару Пойнтов Наверное Ее и покажу Другую Неприятно Пипец Как надо бы Понервить Все это Черцем собачьим Но вы были на канале Металик Дени Пишите Какие гайды Вы бы хотели Увидеть следующими А пишите Как вам эта колода Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Если вы не подписаны Почему вы не подписались Интересно Не знаю Не знаю Ну и забывайте Пишите стримы Твич и Ютуб Буду ждать вас На стримах Спасибо за просмотр И до новых встреч